Приветствую! На связи Александр Поляк и в этом видео мы продолжим знакомиться с различными любопытными деталями, которые были изменены в GTA The Trilogy The Definitive Edition, или проще говоря, в переиздании трилогии GTA. Сперва обратимся к прошлому видео, там среди прочего было упомянуто созвездие Rockstar из оригинальной трилогии, которую я не обнаружил в переизданиях. Некоторые люди сообщили, что знаменитое созвездие в обновлённых частях всё же присутствует, но лично мне это кажется очень сомнительным. Дело в том, что в оригинальных играх это очевидная и безусловная отсылка, но то, что мы видим в переизданиях, это уже сложно назвать каким-либо внятным символом. Здесь безусловно имеются некоторые скопления звёзд, которые при желании отдалённо можно принять за знак Rockstar, но полной уверенности в этом быть не может. Короче говоря, либо отсылку воссоздали слишком неочевидно, либо её вовсе не переносили. Также добавлю, что после выхода первого выпуска нашёлся мододел, который решил воссоздать оригинальные плакаты с CJ и Лэнсом Вэнсом в переиздании GTA San Andreas. Приятно видеть такие небольшие, но верные шаги на пути к первозданному игровому миру. В общем, для желающих скачать это исправление оставляю ссылку в описании. Ну а если ты интересуешься пятой GTA, в частности онлайном, то не могу не посоветовать самый инновационный сетевой проект — Grand Roleplay. Это открытый игровой мир, в котором ты можешь примерить на себя любую роль — от простого рабочего до важного предпринимателя, от мелкого воришки до главы преступного клана. У тебя есть возможность воплотить даже самые смелые мечты — выбери для своего персонажа любую внешность, пол, черты лица и крутую одежду. А в автосалонах имеются последние модели автомобилей из настоящей жизни, причём как распространённых, так и редких концепт-каров. На проекте можно выбрать одну из десятков фракций — правительство, полиция, банды, мафии и другие. Создай собственную семью для совместной игры с друзьями и участвуй с ними в десятках различных мероприятий. Чтобы погрузиться в этот невероятный ролевой мир уже сейчас, переходи по ссылке в описании и скачивай лаунчер. А по промокоду ALEKSGRP ты получишь бонус на втором сервере при достижении пятого уровня, а именно 25 тысяч игровых долларов и VIP-аккаунт. Дерзай! В GTA Vice City есть одно явление, которое прославилось как корабли-призраки. Если подойдя к морю посмотреть вдаль, то иногда можно заметить очертания проплывающих кораблей. По сути это просто плоские текстуры, недосягаемые для игрока и используемые для создания более живого игрового мира. Эта вещь не просто добавляет щепотку атмосферы, но и является живой легендой, породившей различные домыслы. Однако в переиздании игры места таким кораблям не нашлось. Может быть они затерялись при переносе игры на другой движок, а может по мнению разработчиков это слабо сочеталось с обновлённой графикой, что кстати можно понять. Ну а возможно есть какая-то другая причина. Зато теперь, оказавшись на воде, вы рискуете оказаться среди неадекватно большого количества патрульных лодок. В Vice City в районе Ocean Beach есть витрина, на которой указана цена перелёта в шотландский город Эдинбург. Этот город, разумеется, упомянут не случайно, так как именно в Эдинбурге располагается студия-разработчик Rockstar North. И любопытно, что в оригинальной игре указанная цена составляет 499 долларов США, а в окончательном издании данную сумму увеличили на 200 долларов. У всех частей трилогии есть одна занятная особенность – это необычная текстура пачки денег. Заметить это проще в San Andreas в силу немного более качественного изображения. Если приглядеться, то можно увидеть, что здесь используется купюра вовсе не 1 доллар, не 100 долларов, а целый миллион. Возможно, вы удивитесь, но такая купюра действительно существует. Она была выпущена американским предпринимателем Терри Стюардом в 1988 году, и хоть она не являлась платёжным средством, но была надёжно защищена на уровне настоящей американской валюты. Она применялась как членский билет в организации Стюарда, и разработчики игры довольно круто использовали это, с одной стороны показав искусственность игровых денег, а с другой создав очередную культурную отсылку. В общем, в переиздании GTA 3 и Vice City эта текстура осталась нетронутой, но вот в San Andreas её заменила купюра 100 долларов. И хоть занятная деталь с миллионом была утрачена, зато стоит отметить, что на удивление разработчики не наплевали на временные рамки, и вместо того, чтобы просто перенести текстуру из 5-ой GTA, использовали вариант 100-долларовой купюры образца 1990 года. На кладбище Лос-Сантоса происходит особое явление, которое можно назвать чуть ли не единственной настоящей мистикой в игре. Это призрачные граффити, принадлежащие участникам уличных банд Фэмилис и Баллас. Эти граффити появляются только в тёмное время суток, строго с 8 часов вечера и до 6 часов утра. И само их наличие на данном кладбище вполне оправдано, ведь даже свет в начале игры говорит о погибших гангстерах, которые лежат в этой земле. В переиздании игры эти надписи уже вряд ли можно назвать призрачными, ведь теперь они видны круглые сутки, причём днём, даже намного лучше, чем ночью. Дополнительно отмечу, что могила Балласа, которая задействована в задании Lost Sepulchros, в ремастере получила правильную коллизию, и теперь это действительно углубление, в которое можно забраться. А вот могила матери СиДжея такого исправления не получила. Также на некоторых могильных плитах появилась читаемая надпись с именем Самуэль Браукхам. Так как некоторые текстуры в ремастере переносились из более новых проектов Rockstar, я постарался проверить все кладбища в GTA 4, GTA 5 и RDR2, но такой текстуры там не встретил. Любопытно, откуда же тогда её взяли, хотя возможно этот текст был просто напечатан с нуля. Ещё одно изменение — это появление на кладбище дополнительных источников света. В некоторых поселениях San Andreas попадаются газовые баллоны с надписью Carcer Gas, подразумевающей, что данные баллоны поставляются из Carcer City, города из игры Manhunt. Эти предметы не так просты, как может показаться, ведь наехав на них или задев пулей, мы тотчас же получим взрыв. В переиздании, проверив те же самые места, таких баллонов мы больше не встретим. Их модель осталась разве что в некоторых автомобилях Walton, но там они используются просто для вида, поэтому сдвинуть или взорвать их не получится. Да и надпись, отсылающая к Carcer City, здесь неразборчивая. В штате есть парочка мест, где встречаются обложки двух предыдущих игр серии, то есть GTA 3 и Vice City. Одно такое место есть в Лос-Сантосе — это уже знакомое нам здание с плакатами фильма Эвакуатор 3. Здесь мы видим обложки европейских изданий тройки и Vice, а также объединённый арт из двойного набора, куда входили обе игры. В переиздании изображение из Double Pack пропало, а вместо него к европейской обложке GTA 3 добавилась ещё одна, на этот раз американская, а вот Vice City наоборот осталась без региональной принадлежности. Кстати, если посмотреть на это место издалека, то обложек на стене станет больше, и тут они будут выложены в 4 ряда по 9 столбцов, то есть ровно так, как было в оригинале. Второе место находится на юге Сан-Фьерро. Здесь на здании встречается американская обложка Vice City и логотип GTA 3. В обновлённых играх символ тройки исчез, а изображение Vice'а стало совершенно неразборчивым. Отдельное внимание стоит уделить различным подвижным и меняющимся объектам, расположенным по всему штату. Порой на это не обращаешь особого внимания, но на самом деле это важная деталь, оживляющая игровой мир. К сожалению, в окончательном издании такие объекты перестали быть динамичными, и сейчас я покажу всё, что удалось заметить. Пару таких случаев разработчики уже поспешили исправить в недавнем крупном обновлении, и теперь летающая тарелка в Lil' Probein, а также бургеры у заведений Burger Shot снова вращаются. И кстати, исправлению подверглась одна из автозаправок в Sumer, но вот про остальные такие заправки забыли. И всё так же мёртвыми осталась ещё масса вещей. Это конструкция банки Sprank на заводе в Монтгомере. Знаменитый большой петух, являющийся местной достопримечательностью. Конструкция в виде пончиков в форте Carson. Табличка через дорогу у соседней гостиницы. Большой символ гостиницы V-Rock. Название казино Caligula. Бегущая строка в том же казино. Ворота ангара в аэропорту Лас-Вентураса, хотя коллизия работает правильно и они действительно открываются. Конструкция у различных сельских хозяйств. Указатель направления ветра на аэродроме. Нефтедобывающие установки в пустыне. Всё там же в пустыне больше не бьёт вода из гейзера. А в Лас-Вентурасе я не заметил привычных мигающих фонарей. И также обездвиженной стала деталь у лодки Reifer. Но если вы думаете, что всё совсем плохо, то покажу вам такие примеры, где разработчики наоборот смогли оживить некоторые объекты, которые ранее были неподвижными. Их правда совсем немного, но всё же. Например, это деталь у таких лодок как Predator и Tropic. Также это трёхцветный символ парикмахерских салонов. И конечно же флаги США, которые теперь покачиваются. Знаете, раз уж разработчики хоть как-то стали отслеживать различные сведения в сети об игровых ошибках и постепенно нацелены их исправлять, то было бы невероятно здорово, если бы они учли некоторые показанные в этом видео моменты. Конечно, рассчитывать на это с моей стороны немного наивно, но может быть ваша поддержка поможет продвинуть ролик, а я в свою очередь в настройках видео добавлю к нему оформление на английском, чтобы люди из соответствующих регионов могли это заметить. Посмотрим, что из этого получится. Двигаемся дальше. Ночью, когда по всему штату в окнах загорается свет, на одном из небоскрёбов Сан-Фьерро этот свет будто бы принимает форму двух букв – CK. Игроки так и не пришли к общему мнению, что это может значить, но сам факт очертания этих букв стал считаться своеобразной игровой пасхалкой. В переиздании игры такой особенности больше нет. Следующая деталь – это щепотка радости для жителей Казахстана. Флаг этой страны располагается на кепке, которая висит в самых разных местах – в кофейне в Vice City, в доме Майка Торена, в парикмахерской Старого Риса, в некоторых домах СиДжея, в автошколе и наверняка где-нибудь ещё. Мало кто знает, но на самом деле такая кепка должна была появиться в GTA 4, что кстати было бы намного уместнее. Но по каким-то причинам эта вещь, как и некоторая другая одежда, осталась неиспользуемой. И теперь мы видим, что при создании ремастеров трилогии GTA, разработчики, правда уже другие, всё же достали эту кепку и применили её для наполнения различных помещений. Напоследок покажу деталь, которая на редкость отлично вписалась в обновлённую версию San Andreas. Гуляя по Лас-Вентурасу, под ногами теперь встречаются всяческие листовки с рекламой многих ключевых заведений города. Это различные закусочные, казино и прочие места, с которыми порой мы можем взаимодействовать. Это отлично дополняет мир игры и более того, хорошо подходит именно Лас-Вентурасу, настоящей столице туризма и потребления. Напомню, что в оригинальной игре улицы города чисты от подобного мусора. Буду рад вашим оценкам и отзывам к этому видео, а чтобы не пропустить новый обзор любопытных деталей, советую подписаться на канал и включить все уведомления. На связи был Александр Поляк, до встречи!